Всем привет! Продолжаю запись своих партий с сильными игроками на Часком. Сегодня у нас также запланировано 10 партий. И начинаем первую игру. Так, соперник мой это Вячеслав Витик. Достаточно сильный шахматист. Мастер Фидей. Сейчас отключу звук, чтобы это так не раздражало. Так, и у нас славянка. Причем у нас не просто славянка, а будет переход либо в голландку, либо в вариант ноты бома после ДЦ. Да, соперник пьет ДЦ. Е3. И теперь А4. Да, сломан Б4 это теория. Дальше играется А5. То есть ходы делаются рукой, так сказать. И теоретическая позиция заканчивается достаточно уже в глубоком метельшпиле. Слон Б2 здесь. Дальше, насколько я помню, нужно вводить слона на Д3. Делаем рокировку. И конь идет на Д2 у нас. Вот таким образом развиваюсь. То есть конь Д2 идет для того, чтобы не запустить черного коня на Е4 в первую очередь. И он может помочь где-то на Б3 или на С4. Также открывается дорога нашему ферзюм в район поля H5, например. Так, Е5. Есть такой ход. Здесь по-разному можно реагировать. Можно играть Е4, можно Ф3, можно С5. Много ходов здесь есть. Есть ход слон С2 также. Наверное, его здесь выберу. Это для того, чтобы не было нигде хода А4. То есть у черных здесь план в этой системе. Это на движении пешек на ферзем фланге. А у меня это игра по центру. И за счет двух сильных слонов атака на черного крана. Посмотрим, чья стратегия здесь приведет к успеху. За черных я также играл эти позиции. И они получались довольно-таки острые обычно. Игра не бывает скучной. Обоюдные атаки. Так, и вот здесь мне уже нужно подумать, что дальше делать. Хочется сделать ход Д5, чтобы закрыть белопольного слона. И открыть своего чернопольного. Но тогда отдам поле Ц5 и Е5 в свою очередь. Ладно, попробую сыграть Д5. Что из этого получится? Ладья выходит на Е8. Можно выпустить ферзя, наверное, на Ф3. Хотя там какой-то слон Д5 есть неприятный. Взятие на Ц2. Какие еще ходы здесь могут быть? Перевод коня куда-то. Или ладья Ц1. Давайте ладья Ц1 сыграем. Конь с Д7 уйти не может на Ц5, поскольку будет слон бьет Ф6. Отстаю по времени, сильно, кстати. Ну и планирую действительно поставить ферзя на Ф3. Так, соперник сам первый начинает активное действие. Играет ферзем на Ф4. Но давайте сгоним его. Ферзь А6. Уходит. Так, ну можно слона на А4 выпустить. И потом коня на Б3. Попробовать в таком стиле сыграть. Немножко видоизменил свой план здесь. Поскольку немножко затухла атака на королевском фланге. Уже не вижу там больших перспектив. Хочу продвинуть Ц5 в будущем. Или привязаться к пешке А5, например. По времени сравниваемся. Так, ферзь идет на А3. Но это для того, чтобы после КГ4 угрожать мне матом. Очевидно. Но у меня есть КФ3, в принципе. Вход всегда. Давайте сейчас КФ3 пойду. КГ4 играть уже нельзя. Будет слон Д7. Кстати, мне кажется, я бы мог побить на Ф6. И потом на Е8. Зевнул такой вариант. Правда, там на слон Ф6 был хоть ЖФ. Так же у соперника. Так, ладья Е7. У Д6, естественно, это самоубийство. Такую линию открывать. Что еще можно здесь придумать? Ц5 также нельзя ходить. Время уже мало действительно что-то придумывать. Давайте ладья Е1 пока. Попытаюсь разменяться. Так, уже конь на Ц5. Вот этого я не видел, что он выскакивает так резво. Слон Д5 хожу. Страшно ли мне конь Д5? Видимо, нет. А вот конь Д3 неприятно. Куда отходить вообще? Давайте на Д1. Съем ферзем. Зевнул качество. Может быть, контр-игра хотя бы будет у меня. С чем она будет связана у меня? Наверное, с пешками Д и Ц. Так, побил слона соперник. Хочу его себе вернуть. Съесть коня Б2. Чтобы был размен просто. Так, конь С4 взял. Без пешки сижу. Ладья Д8. Ферзь Ж5. Сюда пока выйду. Ферзь Ж4 забрал. Ладья Д1. Конь Д4, например. Хочу застопорить как-то эти пешки, но не получается пока. Конь С3. Так, и Ладья Б1 в срочном порядке. Не дает соперник разменов. Ладья Д1. Связал. Конь Б1 теперь. Меняемся. Шах. Съедаю сюда. Три секунды на часах. Так, шах отсюда дал. Съел на Б2. И бегу королем просто. Пытаюсь срубить флаг здесь. Да, и удается срубить. Давайте реванш с Вячеславом. Да, тяжелая партия получилась. Только за счет времени удалось мне как-то справиться с соперником. Серьезные проблемы он мне создавал и по позиции просто переиграл. Так, аж 4 вариант в защите каракан. Слон же 5. Ну и здесь, по-моему, ферст Б6 нужно уходить сразу. Давайте попробуем ферст Б4. Не часто использую такой вариант, но удалось даже гроссместера в нем однажды обыграть. Нихал Сарина из Индии. Съел эту пешку и как-то ее удержал, я помню. Посмотрим, что сейчас будет. Бить ДЦ как-то совсем опасно, съедать все пешки. Просто не будет развития. А как он меня за это накажет? Ну ладно, Е6. Не буду гнаться за следующей пешкой. Выйду слоном на Б4. Здесь можно сходить Ф6, в принципе. Но тогда мой король сильно ослабнет. Наверное, конь есть. Снова проседаю по времени. В прошлом ролике я играл очень быстро. Набрал достаточно много очков, а здесь уже вторую партию торможу. Не получается у меня. Пока что соперник ставит большие проблемы. Давайте конем, наверное, возьму здесь. Если конь Д5, СД, Ферст А4, конь С6, конь Д4. Неприятно. Нужно брать пешкой Е тогда. Так, здесь уже как... Ой-ой-ой. Хотел же на Ж6. Да. Вынужден сдаться, конечно. Ход назад никто мне не вернет. Играем новую партию. Но Ферст А6, если бы я отошел, не знаю, что там с позиции. Наверное, Е6 он мог протолкнуть. Тоже достаточно неприятный ход. Так, 1-1 у нас. Мы ждем следующего соперника. Да, и снова Вячеслав. Ну давайте повторим этот вариант, в принципе. Мне не против. Есть тут еще хады Ферст С2, кстати. Можно и Ферст С2 собирать. Давайте посмотрим, что соперник будет на Ферст С2 делать. Будет ли он ходить Ф5 здесь или нет? Нет, слон Д6 играет. Конь Д2 теперь ходится. Так, здесь Ф5. Ну хорошо. Давайте Аш3 с идеей Ж4. В агрессивную игру пойду. Ж4 сразу. Жертвую. Вот такой вариант предлагаю. Так, соперник рокировал. Можно продвинуть Ж5. Но особого смысла не вижу. Конь пойдет на Е4. Можно попробовать пробить. Давайте пробил. И сыграю, наверное. Хотел Б3. Давайте Б3. Еще конь Е5 ход рассчитывал. Там слон Е5, конь Е4. Не знаю. Он так и так сюда залезет, в принципе. Можно попытаться как-то изгнать коня с Е4. Но сделать это проблематично. Как только я уберу коня с Ф3, Ферст С4 вылезет. Ну пока Е3. Вроде жертв здесь нигде нету никаких. А3. Предупреждаю ход А4, чтобы на него ответить. Б4. Стандартный прием такой. Как бороться против надвижения крайней пешки, называется. Слон Д3. Кстати, нет у меня пока рокировки из-за коня В2. Это проблема. Можно попробовать ладью на Ж1 поставить. Для начала. Ход не должен быть плохим, в принципе. Любое вскрытие игры здесь будет мне на пользу с таким слоном В2. Может быть, даже конь Е5 заброшу. По времени приблизительно поровну. Ладья пошла на Е8. Я пойду конь Ф1. Все-таки хочу уйти в длинную рокировку. Вот тут еще А3 подвесает. Не очень нравится мне все это дело. На А4 соперник ходит. Б4 и Ф4 теперь. И теперь не могу рокировать из-за взятия. И тут конь Ф3 повис. Опять проблемы. Беру. И залазю конем на Е5. Вот такой вариант теперь пробую. Пешка на Е4 висит. У меня висит на А3. Будет ли бить ее Вячеслав? Нет. Играет конь Б6 пока что. Конь Д2 мне ход не нравится уже из-за ФЕ. И там ферзь вылазит с шаха. С5 сыграть. Конь на Д5 порезет. Очень хорошее поле для коня. Но как по-другому тут играть я на самом деле не вижу. Кроме С5 ничего лучше не нахожу. Конь на С4 порез. Так. Слон Д4 тогда. Ферзь А4 вылазит. Можно пробовать сделать уже 3-0. Побыстрее отсюда. Уйти с этого фланга. Конь А3. Ферзь Е4. Ну такая очень шаткая позиция на самом деле. Куча слабостей. Плохой король. Дисгармония на самом деле. Расположение фигур сильное. Стратегически конечно это выглядит абсолютно проигранно. Ладья Ж2. Есть ход пока. Может быть удастся выиграть пару темпов важных. Пока соперник погнался за пешками. И конь Д2. С идеей ладью на Ж1 перевести. У соперника начинается цитнот кстати. В сложной позиции это важно. Не просто ему будет здесь разобраться. При множестве фигур на доске. А мне нужно делать быстрые ходы. Так. Ферзь А6. Кстати я издевался. Он Д5 по-моему. Так. Задумываться мне тут. Крайне невыгодно. Ладья Ж5. Пока перекрою всю эту линию. Забрал. И конь Е4. Хочу на Ф6 загрузить еще. Так. Соперник это видит. Все равно конь Ф6. У меня слон на 1 шикарный. Жертвую коня. Соперник бьет сюда. Соперник бьет сюда. Так. Забрал. Ладья А1 теперь. Забрал. Так. Забрал сюда. Но должно быть уже все очень и очень хорошо. Ладья Ж7. И ладья на... Куда ее деть-то? Ладья Е3 с идеей ладья Е8. Так. Соперник это видит. Слон Е5. Забрал. Так. Ну и тут он мне просто зимнул кучу фигур сразу. Это конечно же выграно. Еще хочется играть. Так. У меня в прошлом ролике было много игр с одним и тем же игроком. Хочется кого-то нового найти. Вот Нихал Сарин. Грассмейстер. Легок на помине. И посмотрим будет ли он против меня играть вообще. Только что завершился турнир Тата Стил Чес в Индии. И вот там как раз Нихал Сарин сделал ничью с Виши Анандом. И еще с многими гроссмейстерами из элиты. Юный талант. Ему 14 лет насколько я помню. И играл с ним вживую. Два или три раза. Три раза. Ну похоже не хочет он играть. Сейчас партия оборвется. В общем какой у меня с ним счет? У меня с ним счет 2-1 в его пользу. Я с ним все партии играл на Мемориале Алехина. В Воронеже. Проиграл ему в шахматы Фишера. Проиграл в классику. Эта партия тоже у меня есть. Могу ее как-нибудь показать. И выиграл в быстрое, интересном окончании. Слон и конь против слона и коня. Так, он предлагает мне рематч. С удовольствием соглашаюсь. Все-таки гроссмейстер. По-моему в записи их еще не раз у меня гроссмейстер не попадался. И играю за счету Каракан против него. Так, вариант с Авзетием. Видимо конь на Е5 сейчас пойдет. И я здесь играю конь С6. Е6. Ферзь С7 теперь. Слон на Д6. Конь Е7, наверное. С идеей потом может быть где-то прогнать коня ходом Ф6. Слон Д7. Забрал. Может быть слон Д7, кстати, зря сыграл. Стоило рокировку сделать. Даю ему темпы. Слон на Д3. Давайте на Ж6 коня отправим. Куда рокировать? Наверное в короткую. Конь Ф4 есть ход. Сохраняет слона соперник. Не хочет меняться. Если гонит Ж3, ну, наверное, конь Ж6 вернется. Не должно быть это очень страшно для меня. Б5 пока. С идеей Б4 где-то готовлю этот ход. Ж3. Кстати, на конь Ж6 ферзь Д3 будет с угрозой. Это Х5. Смогу ли я от этой угрозы вообще спастись? На самом деле мне очень нравится. Но есть ход Ф5 вроде. На ферзь Д3, Ф5. Нет, соперник играет еще точнее. Он хочет ферзя на Х5. Зарядить. Неприятно. Еще конь Е6 будут угрозы. В общем, начинает тут он потихоньку переигрывать. Меня видно. Какие здесь варианты вообще у меня есть? Их немного на самом деле. Я пока что ни одного не вижу. Соперник просто 30 секунд все потратил. Ну ладно, Х6 играю. Жертвую пешку на Е6. Хочу сыграть ладья Е6 и сдвоиться. Может быть, контр-игра какая-то найдется за счет того, что он ослабил королевский фланг себе. Ф4 ничего не дает абсолютно. Конь Е7. Это не просто так этот парень с Анандом в ничью сыграл. Он очень мощную игру демонстрирует. Так, будет ход Ж4 уже. Да, ну просто без шансов на самом деле. Тут идет разрыв. Ферзь С7. Давайте с Ж6 пойду. Может быть, как-то осложню после. Конь бьет Ж3. Последний шанс в этой позиции, наверное. Минус минута. Видимо, думает на ДАЖЖ. Конь бьет Ж3 вот этими всякими вариантами. Ну, вообще, наверное, при правильной игре, я думаю, там у белых проблем не будет. Легкая победа. Но соперник опасается, кстати. Не стал бить. Может быть, самому теперь взять мне эту пешку. И сыграть ладья Ж6. Вот здесь уже, может, какие-то шансы появятся. Связанные с игрой по линии Ж. Например, ладья Ж4. Тут я белопольник с удовольствием поменяю на свою ладью. Потому что у меня сильный конь на Ф5. И мне кажется, появляются шансы в этой позиции. Неплохая игра. Так, это я зевнул, похоже. Очередной зевок. Может быть, конь Х4 в промежутке. Ладья Ф6, конь Ф3. Нет, не годится, видно. Ладья Е2. Так, и здесь ферзь Еси. Нет, ферзь Д5 тоже. Про пешку забыл. Слабый ход, конечно. И, наверное, ферзь Ж5 здесь сейчас решит исход этой партии. Забираю. Ладья Е4. Отойду. С угрозой Х4 последний шанс. Соперник видит. Король Ж6. Так, сейчас еще попробую ладью залезть на Х2. Не дает. Так, ладно. Может быть, мат тогда поставлю ему? Кстати, Ж2 и слон Х2. Что он будет делать? Не рано ли он начал мне рубить флаг? Интересно. Слон Х2. Так, выграно у меня вообще оказывается. Теперь задача успеть поставить мат. Да, вот это ничего себе. Тут я уже ни на что, конечно же, не рассчитывал. Но оказывается, что у меня 9 секунд и есть шанс выиграть у них Алсарина. Ферзь Е4. Подвожу короля. Видимо, ставлю мат. В ближайшем будущем. Да, победа. Совсем неожиданный результат. Кто бы мог подумать. Абсолютно проигранная партия. Совсем не было времени. И вот такая вот приятная для меня концовка. Так, итого у нас 3-1 по счету с игроками. Конь в 6 соперник ходит. И у нас, наверное, каталон сейчас будет. Играю рематч с гроссмейстером. Конечно, с гроссмейстерами рематч я играю автоматически. Поскольку, я думаю, всем интересно посмотреть такие партии. Ради того, собственно, здесь и играю, чтобы поймать каких-то гроссов. Ну, известный вариант. Каталона. БЦ. Конь Б3. Все эти ходы. Давно проверены, изучены. И здесь на конь Д4 соперник берет. Это уже не так часто встречается. Можно пробовать взять ЦД. Так, конь пошел на Д5. Здесь бить или нет, тоже вопрос. Давайте пробью. Хочу поиграть вот такую вот позицию. Без ферзей и первым захватить линию Ц. У соперника два слона. Да, это преимущество. Но у него в то же время слабость на Д5. Наверное, здесь ладья Ц2 будет более правильно. На ход слона А3, слона А1 даже есть. Слон Ц1 вернее. Так, слон залазить на Ц4. Конь Д2 не могу из-за слона Е2. Есть ход король Ф1 пока. На ладья Ц8, наверное, короля на Е1 подведут. Так как на ладья Ц8 конь Д2 тоже нет хода из-за слона Е2. Без качества. Поэтому подвожу короля. Так, а если здесь конь Д2 он свяжет вообще. Тут навязчивая идея, наверное, вообще неверно в корне. Может быть, перевести коня на Д3. Но не нравится мне, как я разыграл эту позицию абсолютно. Сковал он меня уже здесь, в центре. Е4. Попробую как-то захватить пространство. Переведу короля на Е3. Если размен, то меняюсь сначала на Ц8, конечно. Так, он цепляется к пешке А2. Не может быть, конечно, это хорошо для меня. В принципе. Других вариантов я не вижу. Если А4, то слон С2. Конь Ц1. Так, пешка проиграна. Это понятно уже всем. Е5 тогда. Мой шанс в контр-игре. Кстати, не исключено, что соперник вообще не захочет здесь бить моего коня, чтобы не оставлять разнопольных слонов. Есть и такое тоже. Такая вероятность. Сначала подвел короля технично. Индийский шахматист. А потом уже будет думать, как меня обыгрывать. Ладно, конь Д3. Защищаюсь от С5. Даю возможность пробить на А2. Есть ход. Конь Б4. Там слон Б2. Значит, сюда тогда. Поставлю слона на С3. С идеей где-то пойти Е6. Конь Д5 может быть. Конь Д5. Слон Б1, видимо. Хочу на Ф6 попасть. Не знаю, какой смысл, правда, в этом. Конь С7. Давайте переведу его на Д4. Потом Король Ж4 пойдет. Вроде как Пешкин какое-то время застопорил. Ну, тоже очевидно, что проигранная позиция. Сомневаюсь, что я могу какие-то здесь проблемы поставить сопернику. Серьезные. Е6 уже нельзя играть. Слон на Ж6. Попадает. Значит, слон А1. Иду в тупик. Так, а если А4, А3, А5, Б3, Е6? Ну, давайте попробуем. Не знаю, что зато выйдет. Ставлю слона на Е5 предварительно. А, ну ничего не получается, все равно, конечно. Пешка просто идет на Б1, а это проигрыш. Сдаюсь. 1-1 у нас с ним. Итого счет 3-2. 5 партий сыгранная. 5 партий сыгранная. Есть и слон Е5, и слон Ж5, и слон Ж3. Даже слон Е3 отходит. Но соперник выбрал слон Д2. Такой ответ. Здесь Ж6. Взятие. И вернул коня. Слабость на Д4, но в то же время она может быть и силой. Там где-то Д5 иногда проталкивается. Может быть, не имеет смысла вообще слона поставить на Д5. Ходом ранее, наверное, даже лучше было так пойти. А здесь соперник уже не дает. Придется коня на Д5 устанавливать. А вот что делать со слоном, белопольным, пока не имею представления. На слон Д5 даже могу взять ферзем. Так, может быть, теперь слон Е6. Нет, там пешка висит. Пока не годится. Король Аш7, наверное, не портит картину. На взятии беру пешкой. В ладе Б8 есть такой ход. Уже с идеей слон Е6. Если сейчас тактика слона А6 идет, то я бью на Аш3 по межутке. Вряд ли это выгодно белым. Так, слон Д5 на ЦД. Ушел назад. Ферзь Е3. Начинает напрягать пешку Е7. Сразу за несколько слабостей цепляется соперник. Правильный метод игры. По принципу нескольких слабостей называется. Конь Е5 еще может залезть. Есть ли у меня есть ход слон Е6. Конь бьет Ж6. Король Ж6. Но вроде мат не получу. Хочу Ферзь С8 еще пойти. Или Ферзь А5 даже. Может быть, Ж5 и потом и Ф5? Не знаю, как к этой идее отнестись. Пока А5. Мне нравится ход Ж5 и Ф5, потому что очень сильно раскрываю своего короля. И поля, например, Е5, Ф6 также ослабляю. Вряд ли это выгодно. Так, конь пришел на Д3. Переключу вот таким образом ладью. Как будто тут уплотнится еще в этой позиции. А давайте слон Д7 сыграю. Хочу специально пожертвовать пешку Д5. Спровоцировать на взятие соперника. Чтобы потом по диагонали А8, Х1 какую-то игру организовать. Но соперник видит тоже это. Что ему это не выгодно. И ведет коня на Ф4. Ладно, защищу Е6. Не хотелось мне это делать ход до последнего. Потому что ослабляется поле Ф6. Но вроде как чернопольника уже нет на доске. Может быть, самого страшного я здесь сбегу. Ферзь С7. Давайте я Ф6 вот такой вот ступор поставлю. На Ж5 зевнул на самом деле ход. Стратегическая ошибка была ход Ф6. Теперь соперник получает себе в распоряжении поле Е5. Позиция становится крайне тяжелой. Посмотрите на моего слона и на коне Е5. И сравните, что называется. Так, грозит конь Ж6. Тактика такая есть небольшая. Ну да, вот тогда ладья С6. Соперник не может брать ладью, потому что пока подвисает ферзь. Х4. Отводить ладью, кстати, нельзя. Похоже, я сам себя здесь повязал. Ну ладно, ладья А6. Теперь на Х4. При конь Ж6 уже повисает пешка. А4. Так, ферзь С7. Уже надо уходить. Слон Е8 отвел. Может быть, на Ф7 его переключу. Так, давит со всей силы на мою позицию. И она разваливается. Просто зеваю еще ладью, ко всем прочим. А3. Вот здесь что-то будет. Ну да, ну здесь проиграны, конечно, абсолютно. Пытаюсь за пешку Х4 зацепиться, но... Там меня вряд ли ждет успех. Так, вот я же 3 закрылся, и все, да? На этом. Ну да, по времени проиграл еще. Так, счет 3-3. Нихал меня начал обыгрывать. Играю с ним еще одну партию. У нас снова, наверное, каталон сейчас будет. Сыграю сейчас немножко по-другому, скорее всего. Конь Д2 играю, а вот дальше буду по-другому свою игру развивать. Конь Б3. Может быть, на Конь Д4 взять чем-то другим. Или вообще С4 пойти. Давайте С4 сыграем. Такой есть еще ход. Слон выходит на Ж5. Скорее всего, теория ему здесь известна лучше, чем мне. Попробую какие-то проблемы поставить. Может быть, С5, пешку задвину еще. Ну тогда отдам поле Д5. Ну попробовать нужно. Можно слон Д2 отойти, можно съесть. Не знаю, что здесь лучше. Выйти отойду. Конь Д5. Если слон Д6, слон Д6, СД. Пешку бить нельзя. Но она там совсем какая-то вяленькая будет. Ладно, попробую слон Д6 сыграть. Снова жутко отстаю по времени от соперника. Ну, скорее всего, побьет, я думаю. Так. Ф5 ходит. Не стал бить. Может быть, я тогда с Е мы сыграю конь Е5. Конь Е5 не дает. Тогда владеет Д6. Все-таки опорное поле у меня есть за счет пешки С5. Пытаюсь там освоиться. Есть еще ход Е4. Вот такой, с идеей на ФЕ пойти конь Д2. Открыть своего слона раз. И сделать изолятор Е6 сопернику. Он может Е3 в ответ скинуть. Нет, играет конь Ф5. Побил. Конь Е4. Приблизительно равная, мне кажется, позиция здесь. Так, есть шанс конем залезть на Д6. Тогда владеет Д6, наверное, получу. Но если бью, все равно владеет Д6 идет на конь Д6. Нужно что-то делать с королем. Приходится, наверное, даже в угол его отводить. Не вижу другой нормальной точки. Теперь конь Д6. Владеет, наверное, на Б1. Пристраиваюсь к пешке Б7. На Б6 бью на Ц6. Конь Ц6 и конь Е4. Вот таким образом сейчас буду играть. Наверное, это можно. Может и нет. Конь Д6. Так, а если здесь побью? Он бьет на Д6. В Б7. Владеет Д8. Не успеваю. Конь Б7. Тоже как-то бессмысленно. Приходится возвращать коня. Много времени потратил. Конь Ц5. Скидаю пешку. Позиция должна быть ничейной, наверное. Но времени у меня совсем мало. Так, он сейчас начинает объедать пешки. Уже, наверное, у него лучше. Так, съел на Ж7. Ну да, просел по времени. Куда деть короля, не знаю. Так, съел одну пешку. Может быть, еще что-то удастся у него отъесть. Правда, 10 секунд на часах. Что тут можно успеть, как говорится. Повел ладью в тыл. Так, размениваюсь. Съел. Конь Д4. Так, и... Это же ничья. Да, это ничья. Чудом успел сделать ничью на секундах. Повезло. Повезло. Ничейка. Три с половиной на три с половиной. Идем дальше. Уже я отчаялся, на самом деле. Думал, что если не по позиции, по времени точно проиграю. Но соперник слишком хотел срубить мне флаг. Это всегда чревато. Первой партией против него тоже подвело его. Так, а здесь у нас соперник Бабазада из Азербайджана. Защита Грюнфельда. Вариант со слон Ж5. Слон Е6, конь Ф3. И ферзь идет на Б1. Вот такой здесь теоретический вариант. Часто встречается, кстати. И здесь А4 игра. Слон Е2. Далее рокировка. И конь на Д2 у меня должен пойти. Если ничто ему не помешает в этой позиции. А6, мне кажется, немножко лишнее. Не знаю, насколько полезно это продвижение вообще для соперника. Так, ферзь А6. Ну, мне пешку нужно забирать, скорее всего, как-то. На С4. Поэтому играю ферзь А2. На конь Б6, наверное, А5. Мне кажется, должно у меня все хорошо быть. Все-таки слон Е6 не лучшая фигура. На Ж7 пока не работает. Ферзь на А6. Мне кажется, у меня должно быть преимущество. Слишком как-то... Разобщенно расположены фигуры здесь у черных. Не сделана еще рокировка. Есть пешечные слабости. Центра нет. Но другое дело, что реализовать это непросто еще за белых. Чем вот здесь вот взять пешку? И надо ли вообще ее брать? Ну, наверное, слоном, чтобы не оставлять связку. А вот здесь заберу коня. Размен. Будем играть такую позицию. Попытаться здесь побороться за перевес. Аж 4 еще можно подцепить. Королевский фланг оппонента. Забрал. Так вот. Ай-яй-яй. Что же я забрал-то? Мог на Б8. Соперник Маус Лип видно был. Он хотел ладью на С8 поставить. А поставил на Б8. Просто мог съесть. Он это увидел. И из-за этого не может взять на Ж5. Ну, лишняя пешка-то у меня есть, конечно, после этого. Хотелось бы ладью съесть. Но я тут проморгал. Смотрел однобоко. Никогда нельзя так играть в шахматы. Смотреть только на один кулачок доски. Это чревато вот такими вот вещами. Ну, вот пишет, что Маус Лип у него был. Так, можно ферзя, наверное, на Д5 здесь поставить за 1 централизация. Ну, с лишней пешкой буду бороться за победу здесь, конечно. Ж3. Попытаюсь где-то короля на Ж2 перевести. И может быть ладью на Н1. Такую-то игру организовать на королевском фланге. Так, соперник хочет в Эншпиль. Ну, наверное, это правильно, потому что при ферзях здесь у меня шансов больше. Но сохранить я, наверное, их здесь не могу. Так, забираю на Ж7. Привязываюсь к пешке Б7. Отклоняю ничью, конечно, он тут предлагал, по-моему. И А5. Создаю слабость на Б7. Теперь ладья Б5. Садея ладья Б1. Надавить. Может быть, пошире где-то сыграть ладья H1. Так, снова предлагает ничью. Отказываюсь, конечно. И хочу ладью перевести на H4 и потом на F4. Может быть, там она будет полезна. Заодно защищу пешку В2. Ладья должна возвращаться назад, скорее всего. И теперь G4. Попробую с двух флангов окучивать. Шах пока что проверочный. Наш 5 шах. И король G3. Так, куда он хочет закинуть свою ладью пока непонятно. Вот что мне здесь делать. В эти ладьи Е5. Кстати, вообще пешку А5 могу даже проиграть здесь. Подзря я сюда полез ладьями. Не лучший был план. Потому что теперь пешка падает. Тут и совсем плохо. Конечно же, нужно ладью на C7 перекидывать, чтобы либо на F7, либо на B7 съесть в ответ. Так, забрал. Еще раз забрал и на B7 съел. Король G2. Не пускаю на F3. Иначе там матовые сетки какие-то могут быть. Где Е7? Так, король D3. А это еще зачем съел? У меня три пешки лишних. Е4. И, конечно же, не пускаю на A5. И, конечно же, не пускаю на A5. И теперь F4. Да, эта позиция становится выигранной уже. Причем легко. Ладья Е5. Последняя попытка была. Тоже на Маус Слип надеялся. Но я это все видел уже. Так, принимаю. Что у нас там по партиям? Сыграно их 8 штук. Плюс 1. Ну, сегодня соперник гораздо серьезней. C5 игра. В некоторых партиях мне откровенно везет сегодня. И еще два тура. В нашем матче из 10 партий. Вариант. Челябинский вариант у нас здесь. Классический со слоном G5. Конь D5. Слон Е7. И здесь берется с слоном обычно. И C3. 2 0 теперь. Терзь F3. Не часто так играют. Слон G5. Хочу переставить коня на Е7. Все-таки с D5 мне нужно забивать фигуру. Обязательно. Чем я и занимаюсь. И теперь F5. Мне кажется, неплохую позицию получил. Всегда приятно, когда берет пешка с Е на D. Соответственно, на D6 у меня уже слабости нету как таковой. И два слона. Позиция открытая. Соперник даже в короткую нормально. Кернуть не может, потому что... А тут... Уже пешка H4 выдвинулась. Можно Е4 и F4 попробовать сразу начать атаку по центру. Зачем откладывать в долгий ящик. Нельзя ферзь Е4 и заладей Е8. Ну, по-моему, с огромным перевесом уже встал с дебюта. По ощущениям. Могу и на Е3 взять, ладья F3 залезть. Как еще я могу здесь надавить на эту позицию? Явно слабую позицию соперника. Ну, наверное, возьму. И ладья F3. Еще был ход ферзь F6 также. Так, могу ли я здесь съесть? Ферзь F2 будет? Поймалась ладья, что ли? Ферзь B6, ладья H3. Да, ладья ловится. Наверное, зря я сюда полез. Не видел этого хода. Может быть, как-нибудь качество пожертвовать? Хочется уж больно. Только как это лучше? Давайте ладья Е3 и бью, наверное. На, король D2. А если здесь ферзь B6? Мне кажется, уже могу. На ферзь F2 ладья D3. Ладья G1. G6. На H5 слон F5 имеется. Так. Острая позиция. Очень. На доске. Если переведу ладью на F8, получу HG. Но HG-то ладно, там слон G6. Хотя нет, тоже плохо. Ладья F8, король F8, ферзь F2. Без ладьи. В общем, какая-то тактика неприятная для меня начинается повсюду. Такое ощущение, что наиграл. Совсем мне уже все это дело не нравится. Куда бежать королем, тоже непонятно. Везде ладья F5 в вариантах. Вообще не могу найти какое-то решение более-менее пристойное. Ладья F3, что ли? Да не, ну наиграл уже, просто хуже. Может быть, даже безнадежно встаю. Совсем не так надо было этой позиции распоряжаться. Слон E4. Какой-то шанс последний. Но тут просто грозит с G на H. Поэтому не могу я. Бить ладью. Ферзь G6, все с той же идеей. Может, здесь ладья E8. На ладья E3. Кстати, на ладья E3 Ферзь C5 еще есть ход. Соперник еще и быстрее меня. Да, видимо, проигрываю эту партию. Ферзь F2, может быть, напоследок. Так, король D1 съел. Мат здесь, наверное, уже скоро. Да, ладья G7. И ладья E7 проиграл. И риферзь F7. Да, отличная была позиция с дебюта. Ее и запорол, к сожалению. Так, последний тур у нас. Может быть, вызвать кого-то. Руслан Пономарев. Кто еще здесь у нас? Вроде так, из гроссмейстеров особо никого нет. Бросаю общий вызов. Тогда я участвую. Решающая партия у нас. Из 9 туров у меня 4,5 очка. Сейчас нужно набрать плюс 1. Ждем последнего соперника. Рейтинг 2,711. Максимальный у меня на Часкоме 2,733. Насколько я помню. Так, что это за соперник? Первый раз с ним играю. Измаю див. В прошлый раз был день страны индийской защиты. Сегодня день каталона. И слон g5. Попробую сразу слона вывести подальше. Конь c3 играю. И конь d2. Садей взятие на c4. На конь d5 разменяюсь также на e7 и возьму на c4. Здесь можно поменяться. В принципе, чернопольный слон мне не особо нужен в этой позиции. Так, ну можно e4 попробовать. Можно конь e5 или владеть c1. Вообще более плотный ход. a3. Тоже плотно. И b4. Садей не дать c5 нормально продвинуть. Такой вот план у меня здесь в этой позиции. Так, конь на d7 пришел. На вид у черных тесно, но все надежно очень. e3. Подкрепляю пешку. Бтяжь 4 еще попробовать. Захватить пространство таким образом. Справить коня на e4 или же куда-то в другое место. Или вот этого защитить. Пробую защитить ходом ферся 2. Так, верну пока на c2 его. Честно говоря, не знаю, что здесь делать. Соперник повторяет. Вообще, как правило, в этих позициях кто первый дернется, тот и проиграет. Чисто вот с более такой прагматической точки зрения здесь правильно ничью делать. Потому что не вижу плана. Но соперник сам отказывается. Вот, за это уже нужно наказывать, что он первый отказался от ничьей. В позиции, где, в принципе, у него особой игры нет. Значит, мне нужно что-то придумывать. Конь e4. Не знаю, выгодно ли ему здесь c5. Там у меня есть bc, bc, владея b1. Посмотрим. Слон b7 возвращается с слоном все-таки. Вот интересно, проверить будет ли он сейчас повторять снова. Повторяет, похоже. Или откажется. Нет, соглашается на ничью. Я думал, он опять откажется, даст мне какой-то шанс. Но он решил уже в этот раз не рисковать. Понял, что позиция такая. Что непонятно, где играть. Ни мне, ни сопернику. То есть, если он где-то начнет игру c5, ну, я могу тоже вскрыть. И у него тесно. Могу просто зажать. Если я начну где-то надвигать, у меня у нас е4, допустим, пешка d4 ослабывает. b5 невыгодно, потому что линия c вскрывается и слон. Белопольный у черных становится сильным. Открывать королевский фланг. Ну, тоже как-то не очень. Пешка аж подвисает. Короля уводить в центр, чтобы начинать атаку. Тут слона 6 опять же. То есть, у черных очень крепкая позиция. У белых больше пространства. Но любое вскрытие позиции здесь будет по определению в пользу черных. Потому что у них два слона, и им это выгодно. И в то же время каких-то слабостей у них нет. То есть, вот так вот расставился соперник, что очень тяжело здесь пробивать. Такие партии встречаются довольно-таки часто. Итого у нас сегодня 5-5. При двух ничьих. С сильными соперниками, в принципе, неплохой исход матча. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!